Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Не могу смириться с тем, что у парня до меня была девушка, сама девушка. Я, конечно, понимаю, что меня не должно волноваться в его прошлое, но всё-таки периодически накрывает. Смотрите, я думаю, что здесь одним из ключевых моментов является то, чего вы хотите. Вот, с чего вы хотите. В том, что вас накрывает. Вот. Ну, то есть, буквально. Вот прям буквально. Что вам хочется? Вам хочется быть единственной для мужчины. Вам хочется, чтобы он принадлежал только вам. Когда вы думаете об этом, о том, что он с кем-то был до вас. Вам кажется, что вы можете его потерять, например. Да? То есть, вы здесь, очевидно, сталкиваетесь с какими-то потребностями, которые нужно выявить и научиться по-другому удовлетворять. А следующий момент заключается в том, что, по вашему описанию, вы своего молодого человека и себя рассматриваете в несколько материальном смысле. В смысле принадлежности. Что говорит о том, что ваши отношения, ну, может быть, не совсем глубокие. То есть, вот, хочется, знаете как, спросить у вас, а вот, ну, как вы видите мужчину, хочется спросить у вас то, что вас... Объединяет с ним. Что связывает вас с ним. Вот. На каких основаниях, да, вы выстраиваете с человеком отношения. Вот. Я бы сказал, что по моему опыту подобные переживания, да, если они возникают, они связаны с тем, что у человека в какой-то степени недостаточно наполнена своя жизнь, да, и он несколько себя обесценивает и пытается вот за счет своей исключительности для другого человека как-то это компенсировать. Вот. То есть, это вопрос вашей ценности. Вполне возможно, что ситуация не только в этом. Вполне возможно, что у вас был какой-то негативный опыт, да. Например, измены или может быть предыдущего расставания, а негативный опыт измены может быть даже не у вас, а в вашей семье. Вот. Если это так, то, опять же, с этим нужно работать, да, травму желательно прорабатывать, вот, чтобы это вас не тревожило, чтобы это вас не беспокоило. Вот. Наконец, наконец, вы сравниваете себя, вероятно, с, опять же, этими девочками, вот, и, на мой взгляд, не случайно в этом. Делает. То есть, есть какие-то для этого у вас основания, вот, нужно, опять же, постараться увидеть, что это за основания, постараться увидеть, что они из себя представляют, эти основания. Вот. И посмотреть, как вы можете реализовать, эти потребности, да, вот, прямо сейчас, прямо здесь, прямо здесь и сейчас. Вот. Вот это, как мне кажется, довольно важный момент, довольно серьезный момент, потому что, если вы, ну, как бы, за счет отношений, за счет человека, за счет отношений, пытаетесь, пытаетесь решить какие-то свои попытки, да, то, вероятнее всего, будут проблемы, вероятнее всего, будут трудности, вот, и вероятнее всего, будут какие-то, ну, какие-то эксцессы, именно, именно в отношениях, значит, с, ну, вот, с вами, вот, к большому моему сожалению. К сожалению, очень часто, очень часто, вот, такая, такая ситуация очень часто происходит, к сожалению. Вот. Поэтому, важно, это, по возможности избегать, вот, этих, ну, этих аспектов, важно, по возможности, постараться, так не делать, вот, и, вот, корректировать, одним словом, свои, ну, поведенческие моменты, вот. В противном случае, в противном случае, в противном случае, вы можете, а, просто, разрушить, а, отношения, да, вот, и, ничего, а, ничего хорошего, у вас, а, у вас не поведенческая, а, вот, травма, да, определенная, определенная травмированность у вас, эм, к сожалению, вот, как раз, а, произойти, ну, произойти может, вот, и, а, необходимо вас, как мне думается, эм, постараться от этого защитить, ну, защитить, защитить, да, вот. И, в принципе, в общем и целом, в общем и целом, в общем и целом, в общем и целом это то, что может, 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 эээ, то, что может сделать для вас психолог, то есть посредством психотерапии, то, что может сделать для вас специальность. Конечно, если вы сами позволите нам это, если вы сами позволите вам помочь. Как-то так я бы вам ответил сейчас. На этом все. Я надеюсь, что в общем и целом вам это было интересно, я надеюсь, что в общем и целом вам это было полезно. Я вам желаю всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!